Да, как мобилизовать банки, как попытаться удержать деньги внутри страны. Вот давайте обсудим с инвестиционным банкиром Сергей Фурса, сейчас подключается к нашей беседе. Сергей, приветствуем вас. Добрый вечер, Сергей. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, вот то, что вчера объявил Путин, как отразиться на деньгах, которые находятся внутри России. Вот какой-то ваш, возможно, общий прогноз. Будет ли отток инвестиций из-за того, что люди понимают, что мобилизация это уже серьезно. А что будет с рублем. Вот что вы для себя, как экономист, в первую очередь отметили? Что будет с деньгами там? Ну, что значит будет с деньгами, это такой смутный вопрос. На него непонятно, что отвечать. Для экономики это негативно. Давайте так. Насколько сильно негативно, мы сейчас с вами посчитать не можем, потому что мы даже не можем понять, какая мобилизация будет. 300 тысяч, миллион, насколько масштабный процесс. В любом случае, это крайне негативная ситуация для экономики по двум причинам. Во-первых, прямо, да, это действительно затраты на 300 тысяч человек, обмундирование и так далее. Это все очень дорого. А во-вторых, есть огромные непрямые затраты. Во-первых, то, что сейчас уже происходит с границами Российской Федерации. А именно, очень много людей, которые на самом деле вряд ли попали бы под мобилизацию, креативный класс пытаются покинуть территорию России любыми способами. И когда они уезжают, они увозят с собой, а, финансовые ресурсы, б, они увозят с собой частичку ВВП. Они, во-первых, зарабатывали, это была часть экономики. Во-вторых, они потребляли, соответственно, давали работу многим другим людям. С другой стороны, то, как в России реализовывается и может реализовываться мобилизация, это единственный путь. Это такой путь имени Держиморды. То, что мы увидели сегодня по Бурятии, по Дагестану и так далее, когда спускают вниз на регионы, и те регионы начинают массово выполнять сверх плана, просто чтобы что-то сделать. Начинается сумасшедший бардак. И после этого большая часть мужского населения России, просто испугавшись этого бардака, и испугавшись той потенциальной угрозы попасть под мобилизацию, начинают думать скорее об этом, а не о том, чтобы работать. Поэтому это деструктивно бьет и прямо, и косвенно по экономике России. Насколько сильно посчитать невозможно, ну потому что, а, мы не знаем, какая мобилизация будет, 300 тысяч, 30 тысяч, миллион людей, есть разные данные. И, б, просто потому что есть такие вещи, которые рассчитать просто невозможно. Есть общий эффект какой-то будет, мы понимаем, куда это все движется, но пощупать это, обличить этот цифр на данный момент невозможно. Сергей, если говорить о взгляде извне, да, то есть не так, как это будет непосредственно влиять на экономику в самой России, а так, как другие государства будут воспринимать Россию и рассматривать ее с точки зрения возможных инвестиций. Да нет никаких возможных инвестиций в Россию уже последние полгода. Россия страна изгоя, изоляция России увеличивается. Только на этой неделе мы увидели, как от карточек мир российских банковских отказывается, даже уже Армения и Казахстан, не говоря уже о Турции и Вьетнаме. Поэтому изоляция усиливается. И на самом же деле это мобилизация, вот эти вот угрозы ядерным шантажом и так далее. Это реакция на усиливающуюся изоляцию, на то, что случилось на прошлой неделе, когда Путин приехал в Самарканд и получил давление. Путин всегда думал, что на Украину будут давить, чтобы Украину заставить капитулировать. И получил давление страны Индии, Китая, которые говорили, нам все равно договаривайся как можно быстрее. И он решил, как всегда, как только так он умеет делать, повысить ставки максимально, чтобы же договориться. Ну вот в какой-то момент я просто помню, что турецкий вещевой бизнес, в том числе наоборот в Россию, заходил все активнее, когда уходили международные бренды. Видимо, понимая, что они просто не хотели присоединяться к санкционной политике, но понимая, что на территории России не будет никаких военных положений, мобилизации и так далее. Вот мы весь эфир обсуждаем, что следующий этап это введение военного положения наверняка. Или какие-то ограничения уже внутри самой России, куда более серьезно, чем даже мобилизация. А что за этим последует? Еще больше компаний уйдет из России, которые до сих пор оставались, уже по бизнес-соображениям? Или вот как вы это видите? Ну я не думаю, что здесь есть прямая связь на самом деле. Любым там турецким брендам и так далее, какая им разница, есть военное положение в России или нет военного положения в России. На то, как работают их магазины, это, собственно говоря, никак не влияет. Я понял вас. Хорошо. Скажите, пожалуйста, тогда вот о чем. Мы, например, тоже несколько часов назад обсуждали то, что в России очень повышаются сейчас коммунальные платежи, из-за их неправильной, наверняка, если видим такие последствия политики по отношению к Европе и энергоносителям. Как вы думаете, что в России станет еще дороже? Потому что, ну, по сути, вот то хвостовство Путина о том, что Европа замерзнет без российской нефти и газа, сейчас, ну, впервые за последние годы привело к тому, что сами платежки внутри России станут дороже. Что еще может подорожать из каких-то обычных товаров, которыми люди каждый день пользуются? Ну, смотрите, тарифы на самом деле вырастут незначительно. В России там на 8% в следующем году, на 7% планового, планы незначительного роста. Поэтому тут не население России будет главным источником компенсации недополучения прибыли от продажи энергоносителей. Это не та история, которая действительно может нас будоражить. Что же касается инфляции, инфляция в России высокая, она пока что сдерживается сильным рублем. Но, во-первых, мировая инфляция высокая, долларовая в этом году сильная, плюс дефицит. Дефицит всегда порождает, так или иначе, какой-то высокий рациент. Но пока что, на данном этапе, пока Россия не пришла к тому, чтобы затыкать дырки, включая печатный станок, этого еще нет. Пока что инфляция у них достаточно умеренная. И там еще есть куда расти. За счет чего держится сильный рубль? Ну, смотрите, что такое курс валют? Это как вот в бассейне, помните эти задачки из школы? Одна труба затекает, другая труба вытекает. Россия закрыла все возможности для вывода капитала. Ну, почти все. Соответственно, главный фактор влияния на курс рубля, это сейчас торговый баланс. То есть, что вы получаете от продажи на экспорт, и что вы даете в результате импорта. Импорт в России просто резко ограничен. За счет западных санкций. А до последнего времени более-менее они получали ту же экспортную выручку, что и обычно. В итоге у них торговый профицит колоссальный возник, потому что нефть они продавали. Причем цены на нефть были достаточно высокие, а импорта не было. И в итоге просто чисто математически, чисто экономически, даже не надо каких-то дополнительных ограничений. За счет этого торгового профицита у них держатся сильные рубли. Кстати, раз мы говорим про профицит или дефицит, Михаил Мишустин, глава российского правительства, заявил о том, что в ближайшие три года как раз бюджет России будет дефицитным. И якобы к этому нужно готовиться. Объясните, пожалуйста, что это означает и может ли при этом экономика нормально работать? Возможно, есть какой-то рецепт у России или вы его видите? Да, давайте смотреть. Только что мы говорили о торговом дефиците. Это не имеет отношения к бюджету России. Не имеет. Я отталкиваюсь от термина дефицит-профицит. Никакой связи другой нет. Отталкиваюсь от российского бюджета. Действительно, они привыкли жить с профицитом бюджета, потому что доходы от продажи нефти и газа были дополнительным пряником, которым давал огромный профицит. Сейчас уже с июля у них наметился дефицит бюджета и весь до июльский профицит, который был, они уже съели. Поэтому остается вот эта дыра, которая в том числе увеличивается из-за военных расходов и сейчас возрастет еще сильнее из-за расходов на мобилизацию. Надо понимать, что эти расходы не были предусмотрены ни в каком бюджете, соответственно, расходы вырастут, а доходы продолжают снижаться, потому что уже падают даже доходы от продажи нефти. Как перекрывать дефицит бюджета? Ну, единственное, вообще в принципе в мире все перекрывают за счет заимствования. Но Россия не может брать в долг, потому что Россия под санкциями, а Россия в долг никто не даст. В итоге у них остается единственный источник. Ну, они сначала используют там фонд национального благосостояния, а потом будут печатать рубль. И тот и другой механизм являются эмиссионными. И как раз они будут, ну, то есть вы просто печатаете деньги, чтобы затыкать дырки. Вот это уже начнет негативно влиять и на курс рубля, и на инфляцию в стране. Как скоро это может произойти, по вашей оценке? Ну, я тут, сидя в Киеве, могу оценивать так пальцем в небо, на самом деле. Даже если пальцем в небо, по совокупности тех факторов, которые известны вам. Это вопрос 2023 года. Ну, то есть все последствия будут видны в 2023 году, правильно? Основные последствия будут видны в 2023 году. Спасибо вам огромное. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был на канале Freedom. Благодарим вас. Продолжение следует...